доброе утро всем так последние штрихи доделываю вернее я его уже все сшила свой жилет первый жилет в стиле петчворк в общем конечно надо было изучить эту тему глубоко а потом приступать но не загорелась не загорелась я захотела себе срочном порядке сшить вот что-то такое на дачу мне надо на дачу в огород в огород что дачи как таковой у нас нет у нас огород мы слава богу недалеко жилет который не пропускает воздух мне не нравится вот эти вот все из баллоне вот такой что он теплый конечно все когда двигаешься кожа не дышит и начинаешь потеть и мне вот захотелось что-то такое плотное теплое чтоб надел на спину и тебя не продуло вот результат в общем сшила собрала конечно не по правилам я эти блоки но я теперь знаю что надо сначала составить композицию тут такая композиция что да ну ладно главное что он теплый он уютный он на пуговицах и он с карманами вот у меня тут кармашки от кармашки чудо получились как хороши я сделала в рамочку прорезные вот карманом претензий нет все что еще а так красота мне очень нравится кармашки очень чудесные сделала наверху три пуговички вот мне кажется этого достаточно я не стала дальше делать тем более я нашла у себя только три вот таких пуговицы поскольку это все вот эти лоскутые сборные ото всего я решила не заморачиваться покупкой новых пуговиц а поискать то что у меня в закромах и нашлись вот такие пуговицы от шикарного финского пальто с ламой у меня было в свое время мне муж дарил вот такое финское красивое красивое теплое легкое пальто с голубой ламы мечта мечта жалко я его конечно и поносила хорошо но потом ему пришел конец вот ну что на подкладе я сейчас расстегнул подвела подклад подклад линяной из линяной ткани это все будет дышать значит здесь сделала небольшой припуск чтоб меня не стесняла ни в коем случае вот поэтому он тут немножечко его лишнего но это и хорошо поскольку жилет просторный он гуляет все это незаметно но и обработала я косой хлопчатобумажной серой веечкой вот так мне кажется я очень удачно подобрала ее в том светлую слишком брат мне кажется не очень белую тоже потому что но тут вот белый более-менее цвет но вообще-то серый он объединился все 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 тут какие есть расцвет очки ну и кармашек тоже все это не видно все это внутри сама жилетка это у меня здесь кусочки катона разного вот такого 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 и лен лен трех видов с такими цветочками такой и однотонный и даже есть у меня на этой стороне вот такой фрагмент а вот тоже катон вот этот но его совсем мало вот такой фрагмент это тут вышивка и у меня еще один кусочек с такой же вышивкой остался это была рубашка льняная сзади смотрится вот так ну я надену наверное покажу на себе как это все дело будет смотреться на мне а вообще что меня подвигло к пошиву этого жилета мне подарили джинсы но джинсы как бы они не для огорода вот почему-то я решила что мне нужен тоже жилет к этим джинсом я обязательно сошью конечно более что-то цивильное но я бы так и не приступила к шитью этого жилета если бы не эти джинсы вот а так новенькие джинсы и меня растащила очень я захотела себе сшить что-то новое а потом стала перебирать шкафу я еще нашла у себя я не помню показывала их или нет вот цвет идеально сюда да к этому жилету такой серый серый стальной вот такие штанишки это шелк туса легчайшие очень удобные на лето но не ношу и второе лето потому что они немалые стали надо надо что-то думать я уже придумала в принципе как их увеличить но похудеть никак не получается я все думала не буду трогать я наверно сброшу вес ну что-то я конечно сбросила но не настолько чтобы комфортно было надевать эти брючки вот поэтому может быть еще полежать зиму а там посмотрим сейчас я примерю на себе как смотрится эта жилеточка мне кажется очень неплохо вот как-то так я смотрю на предмет не так потому что не так тут огромное количество пришлось смотреть где они там болтаются убирать обрезать общем такая работа непростая с этими кусочками ткани ну вот сейчас вот застегнусь покажусь вот вот такой жилетик он свободный очень свободными и по бедрам ну тут вообще потому что здесь так вот три пуговицы и тут вот свободном полете очень вот так вот такой жилет ну надо сказать он довольно плотный за счет того что двойной лен подкладка не на я это как он ли он вот и он довольно плотный проймы я что-то сделала размахнулась себе широкие но вдруг мне захочется надеть свитер весной когда холодно или осенью сейчас вот в огороде ковыряться будет прохладно я надену свитер сюда или какой-нибудь с капюшоном кофточку и мне будет тепло и уютно мне кажется очень неплохо получилось тем более для первого раза конечно я тут совершенно неправильно настыковала вот эти вот все квадраты но столько ниток мне муж говорит а может ты что-нибудь другое будешь делать он замучился чистить ковер потому что я краю в одном месте шью в другом месте и вот таскаю за собой кучу ниток кармашки единственное что наверно карманы надо было сделать по длине и побольше ну вполне сюда поместится ключи очки что еще сюда можно какую-то мелочь пачку семян там допустим что еще ну что это можно наверно но самое главное что они есть во всяком случае ключи а дома положил и все прекрасно ну вниз у меня конечно не эти новые джинсы пойдут у меня старые ну ближе вот такому тону потемнее вот поэтому есть черные штанишки еще огородный вариант вот так что вот я такая вся цветная веселая красивая буду работать в огороде мне кажется очень неплохо получилось жилеточка для первого раза ну если я еще мне очень понравилось кстати резать вот это вот все очень увлекательно я даже заказался коврик я показывала коврик для резки вот здесь всяких кусочков для пэтчворка квилтинга ну я уже себе откладываю кучку каких-то тканей кусочков которые мне остались потом надо будет съездить деревню там я отвезла еще старые льняные какие-то вещи которые у меня не носились совершенно не новые но не востребованные поэтому может быть я что-то из них сделаю вот ну мне понравилось резать и кромсать мне очень понравилось вот очень удобная вещь получилась из совершенно ненужных вещей остатки от пошива вот эти розовые это платье вот это лежало платье такие синие розочки это был халат лениной ни разу не надела вот это остатки тоже от пошива чего-то вот а ну единственное что вот вот это голубое это рубашка льняная была которая тоже лежала и не носилась и таких вещей в доме скапливается огромное количество как выяснилось поэтому я это со временем буду конечно все резать не знаю правда еще на что я смотрю здесь канал одной блогерши женщины она делает много интересных вещей причем самых разнообразных тоже она шьет и вяжет и пэтчворк вот это делает делает одеяло ну на одеяло я пока даже не замахиваюсь хотя она делает из фрагментов одеяла сейчас мне очень бы хотелось тоже попробовать как это получается но это еще всех планах это канал руфа queen называется зайдите кому интересно смотрите очень интересная рассказчица она пишет книги она занимается творчеством в общем для меня этот канал конечно открытие я одно время начала смотреть потом потеряла этот канал сейчас опять смотрю с удовольствием вот так что вот канал руфа queen руфа если будете заходить ко мне вам большущий привет с вашей подачи вот такой жилет соорудился ну мне очень нравится что я тут понатворила вот в общем буду осваивать мне правда девчонки написали что вполне вполне можно и погулять но я не не знаю оценит ли моя публика здесь местное такое творчество ну да ладно вот нужно и выйти вечерочка пройтись можно тем более нас похолодало мне кажется уже полностью ушло тепло ну относительно будет тепло но такой жары не будет поэтому вполне можно пока еще не завозюкала его в огороде вполне можно тут вокруг дома круги нарезать вечером погулять ну вот собственно говоря у меня одна эпопея закончилась значит я там заканчиваю уже вязать свою футболку из хлопка итальянского тоже скоро покажу мне осталось буквально чуть-чуть второй рукав сшить по боковым швам постирать и все и можно примерять вот все на сегодня все новости всем девочкам кто ко мне заходит большущий привет всем успехов всем здоровья всем благополучия всем мирного неба пока пока и до следующего видео